В эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. В каждые выходные последнее время в городе Мирном напротив стадиона «Кимберлит» наблюдается интересная ситуация. По сути, это столпотворение из машин, людей, которые направляются прямиком на футбольный стадион. И причина здесь, как всегда, одна. Это первенство по мини-футболу, которое проходит сейчас каждые выходные на площадке «Кимберлит». Подробнее о том, что это за первенство, как оно проходит, какие команды выступают и каких результатов они добиваются. Мы поговорим с нашим гостем, главным судьей этих соревнований Андреем Клагенем. Андрей Александрович, здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии. Ну, здесь надо заметить, что вы и тренер по футболу, и наш частый любимый гость. Здравствуйте всем. Григорий, здравствуйте. Последний раз ваше интервью, посвященное непосредственно футболу, я помню, именно даже начало футбола, не последний раз, а вот именно начало вот этого сезона первенства трудовых коллективов, было осенью. Вы рассказывали о том, что мы начинаем, мы готовимся. Ну, я попрошу здесь небольшой краткий экскурс, небольшой снимать по поводу того, а действительно, а долго ли готовились, а долго ли начинали? Давайте вот так, наверное, начнем. В 92-м году состоялся по инициативе бывшего директора футбольного клуба «Алмаз» Виктора Геннадьевича Колобаева, состоялся первый чемпионат или перенство, ну, мы его перенством обзываем больше, акционерной компанией «Алроса». Он был открытый, приглашались все желающие команды, которые могли собрать, от организации я имею в виду. И на первый у нас, первый сезон, как я сейчас помню, участвовало шесть коллективов, шесть команд. Я сам играл за команду Миринского строительно-монтажного треста, тогда команда была МСМТ, достаточно хорошая команда была, квалифицированные футболисты были. И следующий чемпионат, второй, который прошел, уже стал, он как, ну, пошел традиционный, то есть сначала он, это, можно сказать, спонтанно первый чемпионат был, потом во втором чемпионате у нас уже участвовало десять команд. И 26 чемпионатов прошло, выросло у нас в хороших таких годах, плодотворных. Было где-то команд 26-28, но были разделены на две группы, были две лиги. Высшая лига участвовала десять команд, и первая лига, это принимали участие команды, которые не попадали по спортивным канонам в высшую лигу, и они образовывали первую лигу. И из года в год у нас играли высшая и первая лига, и там, значит, момент такой, что высшая лига, две последние команды, кто занимал по окончании сезона, они переходили в первую лигу, а в первой лиге команды две, которые занимали первые-вторые места, они выходили в высшую лигу. Ну, то есть такая была ротация. Ротация, да. Кто, соответственно, слабенько себя показал, кто-то уходит. Да, да, то есть если не готовы, там, поэтому к сезону все команды готовились, и игры были нешуточные. 26 раз получается. 26 чемпионатов, да. Ну, вот я, ну, участник был первого чемпионата, и потом уже как играл там несколько лет, потом судил игры. Ну, сейчас главный судья соревнований. Два года назад у нас получилось, что... И мы чемпионат в первой лиге мы закончили, а в высшей там оставалось три или четыре игры, и закрыли нас. Там была очень интересная борьба, там мои ребята хорошо играли в том сезоне, очень хорошо играли, моя команда юношеская. Они шли второе место от Янска, там отставали на три очка, недалеко. Еще матч с Янском был. И за нами шли шахтеры. У них тоже там разрывы были, ну, может, очка четыре, там где-то, четыре-шесть очков. То есть у три команды мы могли быть в призерах. Со своей командой мог быть в призерах. Ну, так получилось, что не от нас это все зависело. Вот. И, значит, за эти два года произошли вот такие изменения. Во-первых, были... Сейчас же в компании же происходило, как там называется, что вот организации сливались, слияние... Трансформация. Да, вот эти вот. И, соответственно, конечно, команды... Мы теряли команды на таких моментах, что... Если, допустим, раньше просто я вам образно говорю, что у нас была фабрика номер три, отдельная команда, РССУ отдельная команда, автобаза ГОКа отдельная команда с большими традициями спортивными. Нюрбинский ГОК отдельная команда была, Мирненский ГОК отдельная. Сейчас это все слияние... МНГОК. МНГОК, да, называется. То есть из шести команд осталась одна команда. Вот. Ну и в этом сезоне мы возобновили чемпионат перенства. Но сделали это немножко по другой схеме. Не как раньше мы делали, а сейчас по-другому. Все желающие команды, желающие принять участие, а их набралось 18 команд, были разделены на подгруппы. Для того, чтобы выявить с каждой подгруппы, выявить по две сильнейшие команды. Было четыре подгруппы. У нас по четыре, по пять команд в каждой группе. Сильнейшие две команды выходили, образовали сейчас восьмерку. Восьмерку сильнейших. Ну, для чего это было сделано, я вам так скажу. Я на будущее смотрю, чтобы в следующем году эти восемь команд, и плюс еще у нас девятое, кто не попал в эту восьмерку, сейчас с девятого по восемнадцатое место они разыгрывают свои места. Решили мы, сделали заседание с Оркомитета, но решили все-таки, что не восемь команд будет. Сейчас восемь команд отыграет финальная пулька, но в следующем году в высшей лиге будет десять команд. То есть, значит, у тех, кто играет с девятого по восемнадцатое место, сейчас есть спортивный интерес, чтобы занять девятое либо десятое место. Чтобы не просто отыграть и занять там какое-то место, а это с выходом на следующий год. Потому что там же момент такие есть. Вот команда, очень сильная команда, хорошая команда, Айхал Трансгаз. Они так получилось, что они из группы не вышли. А по силам, им вообще по силам играть вот в этой восьмерке. Ну, так получилось, что они в сильную группу, там слепой жребий был, и они попали в сильную группу. И они не вышли. Сейчас они вот четыре игры сыграли, четыре победы с девятого по восемнадцатой играют. Ну, и с другой стороны, они расстроились. Я им просто сказал, что есть возможность попасть, занять первое и второе. Погодите, они не вышли, но при этом у них было четыре победы? Нет, они не вышли. Сейчас играют за девятое место, девятые восемнадцатые. Они уже четыре тура сыграли. Там в круговую систему играют. И они уже набрали двенадцать очков. Ну, победа — это три очка. У них четыре победы. То есть они с ветеранами делят... Ну, если так визуально, они делят первое и второе место. Находятся они сейчас на девятом и на десятом месте с ветеранами. Вот если, допустим, так закончится чемпионат, то эти две команды в следующем году будут играть в высшей лиге. Мы, опять же, сделаем высшую и первую лигу. Вот. Ну, по восьмерке, кто попал в восьмерку, я вам так скажу, что... Опять же, два года сказалось, что люди не играли. Мы еще же пошли на какой момент? Сейчас каждая команда может заявлять пятнадцать игроков. Вот, допустим, Григорий, мы с тобой взяли команду, у нас Алмазный край, да? Ты, я, там, Алина. Мы набираем пятнадцать человек. Заявки у нас на весь сезон пятнадцать человек. И на игре должно быть двенадцать человек, не больше двенадцати человек. Ну, то есть, для чего мы пятнадцать человек в команду берем? Всякие бывают форс-мажорные обстоятельства, да? Кто-то там в отпуск ухил, кто-то еще что-то, кто-то там травму получил, чтобы... Но переходов из одной команды в другую мы... Если раньше там у нас были такие переходы в те времена, то сейчас такого мы убрали. Если заявляется команда, игроки за эту команду, они обязаны сезон отыграть за эту команду. А в следующем году уже пускай решают там. Здесь момент такой, что есть для каждой команды возможность усиливаться и игроками, и, в общем-то, есть такой, как бы, и тренировочный процесс. Они могут собрать команду и заявиться. У нас же открытое первенство. И он сейчас называется открытое первенство АК Алроса, городских команд и поселковых команд. То есть к нам могут и со Светлого, и с Чернышевска приехать, и с Айхала могут приехать играть. Приезжают? И с Ленском могут приехать играть. Ну вот я вам так скажу. Ленск, когда узнал, что мы уже чемпионат начинаем, они мне позвонили и сказали, что мы хотим участвовать. Но у нас уже начался чемпионат. И я сказал, ребята, давайте в следующем году начнете с первой лиги. Конечно, для них это не очень приятный момент, что я им такое сказал, потому что они являются же чемпионами Республики, Ленская команда по мини-футболу. То есть сильнейшая команда Республики сейчас. А я их в высшую лигу не заявляю. Они говорят, а можно нас в плане исключения? Что нам в первой лиге играть с вашими командами, с этими организациями? Мы им набьем там полный... Большую счетку. Полная лукошка, да. Просто это поездки у нас будут. Я говорю, нет, ну есть же регламент. То есть если бы вы заявились... Я же за полтора месяца говорил командам всем. То есть все были оповещены. Вот. И я говорю, вы сначала отказались, потом вы решили играть. Ну вот у нас транспортные моменты были. Мы вот сейчас решили. Ну да, это сложно. Да, я говорю, ну поэтому... Да, и поэтому если... Я еще такой момент сказал. Говорю, на кубок, у нас когда чемпионат сейчас закончится, у нас еще будет кубок компании. А кубок это такая немножко укороченный чемпионат. Вот он на вылет. Команды играют на вылет. То есть по жеребьевке мы попали, допустим, с кем-то сыграли. Выиграли, прошли дальше. Проиграли, все. Свободны. Но это будет по окончании чемпионата. Вот. А сейчас у нас вот по чемпионату у нас интересная борьба идет. Вообще интересная. И я вам так скажу, что после трех туров за первые восьми места только две команды не потеряли очков. Это айтишники. Хорошая команда. Вот такая вообще... Одни из претендентов, да. И команда Миринского ГОКа. Вот эти две команды одержали по три победы. Уверенно идут так. Ну, первое-второе место делят. И матч между ними, вот я даже думаю, может их поставить на последнюю игру. Последнее что? Закрытие будет? Может это и будет гвоздь программы? Матч за звание чемпиона. Но там рядом на пятки наступает команда шахтеров. У них шесть очков. И неожиданная такая команда Байкал. Это бурятское общество. Вот. Они тоже набрали шесть очков. То есть вот сейчас эти команды делят третье-четвертое место по шесть очков. И рядом с пять очков управления Алроса. То есть вот пять команд, которые могут побороться за место в призерах. Но я обратил внимание, что все равно, вот видимо, особенности этой турнировой сетки, которую вы описали, что очень сильные команды встречаются с командами послабее. И буквально такой счет разгромный. Ну вот пять ноль, шесть один, допустим, шесть ноль. Может даже больше, как я понимаю. Это там частая такая история? Ну, да нет, я бы не сказал, что это часто. Ну, просто есть просто команды, которые готовились к сезону конкретно. Уже все у них было накатано там, и они уже знали, за кого играть. А есть команды, которые спонтанно набрали. Спонтанно набрали команду. И вот они, вот, допустим, Динамо команда, да, вот полиция. Они, мне что нравится, у них возрастные игроки есть. Да, вот там, и за 60 лет есть людям. Они для себя играют. Но они настолько, они же тренируются у нас в Гимберлити два раза в неделю, или три раза в неделю приходят в обеденное время. И у них очень сыгранная команда. Вот они попали в эту восьмерку, и вот они даже проиграли Миринскому Гоку 2-0 всего лишь. Для них это, для них большой успех. Вчера они проиграли Байкалу 2-1. Айтишникам вот этим, которые много забивают, они 3-0 проиграли. То есть они мало забивают, но они бьются, они играют. Ну, действительно, психологически, насколько серьезно это влияет как раз на такие команды, которые даже, может быть, только собрались. Вот как вы описали, вот такой тип команды. Она два года не играла, ничего не занималась, и вот они решили то, что надо вспоминать. Да. И так далее, и тому подобное. И бац, какие-то молодые ребята там 6-7 голов позабивали. Но многие, знаете как, многие команду собрали для чего? Вспомнить. Многие давно не играли, вот они вот вспомните, во-первых, прийти, поиграть в зал. Во-первых, зрители приходят, и болельщики, и друзья. У нас хорошая такая атмосфера сейчас вообще в зале, там все доброжелательное. И поэтому даже если там те проиграют с таким счетом, никто над этим как-то не глумится и не смеется, ничего. Ну, играют, играют. Так что... Хорошо. Ну, товарищеская больше история. Пока, да, потому что многие же команды понимают, вот многие игроки, и вот кто-то, допустим, в следующем году говорит, да нам не надо даже этой высшей лиги, зачем нам с ними играть, а мы лучше вот в первой будем играть с такими же командами, ну, как-то типа, ну, чайники, не чайники, такие же, как и мы. Вот. И я думаю, что вот где-то в высшей лиге там будет формироваться со следующего года, ну, сильные команды будут понимать же, где высшая лига, и вот, поэтому мы сделали такое разделение. В следующем матче кто, с кем и когда встретится? Вот, в следующем матче у нас, знаете, какая ситуация получилась? Значит, у нас сейчас были напряженные вот эти три дня игровых. Пятница, суббота, воскресенье. Мы 23-го отдохнули, и 24-25-26-го мы играли. И у нас в следующем матче, у нас, получается, сейчас 4-5-го мы играть не будем, там зал у нас занят, будет стрельба из лука. И следующий тур будет 11-го, 12-го марта. Планируем, планируем мы чемпионат закончить 15-го, 16-го, либо 21-го, 22-го апреля. Там будут соревноваться все те же команды. Все, мы также продолжаем. Там, получается, просто осталось, кто первое, восьмое место, им осталось по 4 игры провести. А кто, и кто 9-е, 18-е место, тоже 4 игры осталось. То есть, 4 тура осталось. Болельщикам вход на стадион свободен? Свободен, да. То есть, можно прийти с семьей, поддержать своих близких, друзей, товарищей. Да, что и делают. Есть там завсегда Таи, а есть и Новый приходит, смотрит там. Есть болеют, допустим, Алроса охрана, команда, да? Но она не блещет, играет так в свою силу, сколько могут. Но зато у них очень активные болельщики с барабанами и с речевками. И их поддерживают очень. И когда проигрывает у них команда, для болельщиков виновата не команда, а судьи. Да, так они говорят, хоть как судьи. Ну, это тоже своего рода спорт, свой свой рода такой прекрасный досуг. Да. Ну что ж, напомню то, что говорили мы о первенстве Новроса и городов Алмазного края, которое проходит сейчас в городе Мирном. Говорили мы об этом как раз с главным судьей соревнований и тренером по футболу. Еще и секретарем главным. И главным секретарем соревнований. Который ведет статистику бомбардиров, желтые карточки, красные карточки удаляют, таблицу веду. Да, и все это делает Андрей Кулагин, наш собеседник, которого вы сможете увидеть как раз уже на следующем этапе первенства по мини-футболу, о котором мы только что говорили. Ну, а мне хочется пожелать удачи и хорошего настроения всем участникам этого первенства, всем командам и всем болельщикам. Ну, а у меня на этом все. Счастливо. Пока-пока. Приходите поддержать свои команды.